Вертолеты на воде, парашютисты с флагами и обновленный флагман Гетман Сагайдачный. В воскресенье в Одессе зрелищно отметили 25-летие военно-морских сил Украины. Наши корреспонденты весь день провели с военными моряками и готовы рассказать, как все было. Празднование дня военно-морских сил Украины началось в 9 утра на морвокзале. Традиционно с гимна страны и поднятие флагов. В память о тех, кто не вернулся с боевых заданий, зажигают лампадки. За время АТО на востоке страны погибли 38 бойцов военно-морских сил Украины. Среди павших и муж Ларисы. Он посмертно получил звание капитана второго ранга. Он знал, что он нужен ребятам, потому что он считал, что если не он, то кто научит их. Его сверстники, многие, они как бы смогли не пойти служить, но это не про моего мужа. Вспоминают всех погибших и военных, и гражданских моряков. В акватории Одесского залива с катеров спустили цветы на воду. После аннексии Крыма Одесса стала домом для тысяч военных моряков. Киевлянину Артему Холодкевичу присвоили звание капитана досрочно. Награды военным морякам вручал начальник генштаба Виктор Муженко. Говорит, в этом году главной задачей остается противостояние российской агрессии и развитие боевых возможностей ВМС. Мы начали работать и над смешанием корабельного склада, особенно это касается малых броневанных партнерских катеров. И в том числе переозброение на современные витчизняные ракетные системы. Ближе к 11 начинаются показательные выступления. В небе морская авиация. С самолетов Ан-26 прыгают два десятка парашютистов. Одни в полете зажигают дымовые шашки, другие разворачивают флаги. В это же время над акваторией порта появляются два вертолета Ми-14, но уже с водолазами. В честь праздника для всех желающих устраивали экскурсии на военных кораблях, в том числе и обновленном флагмане. Сагайдачный как раз вернулся в базу после ремонта. Ну а с наступлением темноты на них зажгли праздничную иллюминацию. Анна Грынев, Екатерина Лапицкая, Валентин Мирзе, Игорь Казанжи. 7 канал.